А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, это наше все. Как дачники к сезону готовятся, к опытному садоводу в гости заглянем. Есть дача? Проживем. Спасает ли дача во время кризиса? У жителей нашего города узнаем. Картошку, хорошо, когда своя домашняя, если надо ее покупать. Ноу-хау на даче, клумные новинки, оценим. История дачи в России, узнаем. Генеральный партнер программы – компания «Энерготехника». Участвуй в акции с 1 апреля по 15 сентября и выиграй кондиционер. Комсомольская, 28А. Телефон 231-414. Партнер программы «Автошкола ДОСААФ». Действует схема поэтапной оплаты обучения «Скидки». Партнер программы «Авторская студия мебели». Мягкая мебель для дома и офиса от классики до авангарда. Авторская студия мебели. Душа вашего дома. Партнер программы «Магазин мясной». Только в апреле. Падение цен на мясо. Спешите приобрести мясо по приятным ценам. Партнер программы – выставка «Реальные динозавры» от Реалпарка. Мы ждем вас весь апрель с 10 до 19 часов в дара. Фотосъемка бесплатна. Дача, как много в этих звуках. А сколько народных умельцев, которые творят на своих дачных участках, большие или маленькие чудеса света? И советов от этих умельцев тоже масса. Вот, например, одна дачница делится таким необычным секретом. Если 18 июня до часу дня на участке вырвать все сорняки, то они больше никогда не вырастут. Она провела у себя на огороде такой эксперимент. Выбрала часть участка и до обозначенного срока удалила все сорняки. И в этот же год удостоверилась. Сорняки росли везде, а на опытной делянке их не было. Можно только удивляться, но, как она утверждает, 18 июня – особый день для огородников. В чем его волшебство, лично я никакой информации не нашел. Знаешь, Вань, эта же дачница советует. Хотите получить хороший урожай огурцов? Есть один проверенный старинный способ. Перед тем, как сажать, семена нужно подержать на груди. Мистика, может быть, конечно, но она утверждает, что это способ действия урожайника. Как она рассказывает, вечером, накануне посадки, она берет хлопчатобумажную тряпочку, обмакивает ее в теплой воде, заворачивает туда семена, потом обворачивает все это полиэтиленом, кладет в бюстгальтер и ложится спать. Да, действительно, очень необычные советы. Если верить в нашу огородницу, она даже своим соседям пропивает семена таким способом. Ну, а я бы за это деньги брал, ну, или хотя бы огурцами. А вообще, 18 июня близко, да и с огурцами тоже можно проверить. Ну, а потом напишите в соцсетях, на наших страничках, как получилось или нет. Ну, а мы пока посмотрим еще про одну удивительную дачу. До майских праздников еще далеко, но Елена Гурова уже в полную силу работает над будущим урожаем. Себя она считает относительно молодым садоводом. Всего-то 9 лет на даче. Ну, было желание давно завести, но приобрели мы ее в 2007 году. Елена не просто дачница. Женщина-председатель садового товарищества. Ее позиция – один в огороде не воин. Всем миром решают дачники множество вопросов. И вывоз мусора организовать, и за водоотведением следить. Прошлогоднее наводнение, например, оставило землю без грунта. Ну, решается проблема. Это расширяются водоотоки. Завозится также грунт заново на земельные участки и поднимается земля. Правильно подготовить почву – вот секрет нашей героини. Помимо универсальных удобрений, она знает, что любит каждое растение. Одни предпочитают кислую среду, другие – наоборот. Вот клубника, оказалось, уважает марганцовку. Для урожая мы пользуемся универсальной кемирой, которая действительно помогает при выращивании. Там комплекс удобрений, и его не надо использовать слишком часто. Достаточно два раза за сезон. Важен на даче и инвентарь. Тут выручают соседи. Елена следит за новинками по журналам. И в магазинах она частый гость. Планирует автоматизировать полив и приобрести культиватор. Есть ручной культиватор. Он не дает большого труда за это самое… Не сильно прикладываешь труд, но он очень эффективен. В этом саду уже прижились и капризные персики, и даже теплолюбивая айва. Особую гордость женщины, конечно, вызывают цветы. Елена пригласила нас в гости, когда все расцветет. Обещали вернуться. Екатерина Ворона, Анатолий Молчанов, Телемикс. Ну что ж, сегодня 11 апреля. Наши все снова с вами. И с вами мы, Иван Чужинов и Жанна Макаренко. По традиции, сегодня на Руси участвовали самое русское, любимое, народное дерево – березу. Ее называли деревом жизни, здоровья и света. У наших предков с березой связано множество поверьей. Например, заболевшего ребенка нужно было хрестануть березовым прутиком. Тогда хворь сама уйдет. А если в крышу воткнуть березовую ветку, она будет защищать дом от молнии. Ну, а представить себе русскую баню без березового веника вовсе невозможно. Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? Ну, а пока, Иван, понимать себе настроение через твои березки, мы спросим, как дела у наших горожан. Партнер рубрики «Кафе Сунгари». Китайская кухня, вкусная еда, веселая музыка. Мы ждем вас всегда. Сегодня мы вожаты в весеннем лагере, и мы сегодня ходили в кинотеатр. До этого мы тоже ходили в разные места, то есть весело с детьми общаться, гулять, играть с ними. Игорь, расскажи, что у тебя в жизни есть хорошенького? Что хорошенького? Нашел где подрабатывать. Где нашел подрабатывать? А это не скажу секрет. Секрет, хорошо. А было еще что-нибудь в этом году хорошее? В этом году? Не знаю, меня взяли в 10 класс. Лето ждете? Да, конечно. Почему ждете лето? Ну, потому что, не знаю, свежий воздух, допустим, трава, зелень. Ходим в лагерь, присматриваем за детьми, они очень веселые, слушаются нас. Ну, иногда. Мы сегодня ходили в кино, мест не хватило, к сожалению, но мы не расстраивались и пошли гулять. Александр, расскажи, что у тебя в жизни есть интересного, новенького? Интересного? Ну, на права недавно сдал. Будешь теперь водить автомобиль? Мотоцикл. Мотоцикл? Отлично. Купил уже мотоцикл себе? Нет, только форму. Младшая сестерка, самая интересная, самая хорошая. Ей всего год и семь месяцев, но она такая хорошенькая, уже ходит, чуть-чуть разговаривает. Жанна, что у тебя новенького? Какие хорошие новости? Я, Ваня, сдала сессию, наконец-то. Ты учишься? Да. А я не знал. Ну, а вот, а я, наконец-то, точнее, мы, наш коллектив с театра, мы, наконец-то, выпустили спектакль новый. Называется «Птица горлица», поэтому всех просим в гости к нам. Поздравляю. А еще у меня хорошие новости. Мы будем проверять новый лайфхак. И для этого нам потребуется апельсин, обычное растительное масло, холодное оружие типа нож, огниво. Так, Ванечка, ну и что же мы будем делать? А будем мы делать сегодня свечу. Я увидел этот лайфхак, и мне стало интересно, будет ли он действовать. Ароматическую. Ну, может быть, она будет пахнуть апельсином, но я, наверное, в этом не уверен. Но, тем не менее, она там горела. Итак, что же мы делаем? Мы аккуратненько надрезаем наш апельсин по кругу. Не глубоко, только кожуру. А теперь нам нужно ее как-то аккуратненько снять. Ты ее тоже растаешь. Фу, она стреляет. Я весь в апельсиновом соке, натуральном. Облизывайте, облизывайте его. Вся особенность в том, что нам нужна была вот эта импочка. Она оторвалась в апельсине. Ладно, попробуем с другой стороны. Почти. Ну что ж, на первых уже шагах наш эксперимент провалился. Я весь в апельсиновом соке. И пимпочку мы так и не получили. Суть в том, что кожуру нужно очистить так, снять ее так, вот эту вот половинку, чтобы здесь остался маленький апельсиновый хвостик. Но у нас есть второй апельсин. Так и не получилось из двух апельсинов извлечь верхушечку апельсина, да, чтобы там получилась пимпочка. У нас получилось как-то так. Наверное, это уже неправильно, но мы попробуем из этого что-то сделать. В общем, у нас должно получиться подобие фитилька. Ну вот как-то так. Что-то подобное. Мы заливаем нашу импровизированную свечку маслом. И поджигаем фитилек. Главное, чтобы он не развернулся сейчас. Давай. Ну, в принципе, я думаю, она потом разгорится. Да, она разгорается. А нет. Нет, она горит, смотри. Я думаю, мы оставим ее греть до конца эфира. Если она, конечно, не потухнет. Ну, а потом вам скажем о своих наблюдениях. Создать необычные клумбы можно из любых подручных материалов. Контейнерами могут быть, например, ванная, телега, да хоть машина. Даже старая обувь способна послужить миниатюрным цветником, который станет украшением вашего дома. Настенные вертикальные клумбы. Они могут стать не просто элементом озеленения, но и настоящим произведением флористического искусства. Очень часто вертикальные клумбы выполняются в виде объемной фигуры. Одним из новых веяний из океанских садоводов можно назвать выращивание цветов и овощей вниз головой. При таком способе растение находится в перевернутой емкости, в подвешенном состоянии и растет кроной вниз. Также есть необычные способы выращивания ягод и овощей. Например, картофель в бочках или вертикальные грядки для выращивания клубники и помидоров. Лук можно посадить даже дома на подоконнике в пластиковой бутылке. Для создания неповторимых висячих садов используют шар, который состоит из почвы, глины, торфа и покрыт мхом. Он называется кокедама. Внутрь сажают растения, так кокедама служит одновременно и почвой, и вазоном. Не успели мы проговорить о том, что будем за нашей свечой наблюдать до конца эфира, как она тут же потухла. Ну и я вам скажу, пока она горела, это был очень маленький скудный огонечек. И от такой свечи, конечно же, проком мало. Если вы хотите, решили устроить для своей девушки романтический ужин при таких свечах, идите в магазин. В общем, мы не будем подтверждать или опровергать этот лайфхак. Скорее всего, он просто не получился. Да и толку от него очень мало. Ну а мы продолжаем дачную тему. Лунный календарь садовода-огородника был составлен еще в древности. Наши предки наблюдали за влиянием Луны на все живое, в том числе на садово-огородные растения. Различные фазы Луны не одинаково влияют на рост и развитие растений. Давно замечено, что новолуние и полнолуние не подходят под посадочные работы. В полнолунии большая часть соков находится в верхней части растения, в его стеблях и плодах. А в новолунии наоборот, в его подземной части, в его корнях и клубнях. Семена, которые попадают в землю при растущей Луне, программируются на рост вверх и развитие над землей. А которые посажены при убывающей Луне, растут лучше вниз и развиваются лучше под землей. Поэтому растения, плоды которых находятся над землей, нужно сажать при растущей Луне. А все корнеплоды при убывающей, запомним. Поговорим о других небесных телах-звездах. Гороскоп. Гороскоп на 11 апреля. Итак, овны могут не сомневаться в своем окружении. Вы находитесь в безопасности, поскольку вас всегда поддержат и поймут. Это хорошее время, чтобы подумать о переезде или о путешествии в далекие края. Светила дает возможность тельцам укрепить свои позиции в бизнесе. Однако и вы не должны сидеть на месте бездействуя. Также это хорошее время, чтобы найти наставника или помощника, или укрепить взаимоотношения с уже имеющимися. Я, конечно, не знаю, зачем ты меня сейчас погладила на тельцах, но вообще-то я близнецы, Жанночка. И поэтому карьера близнецов идет вверх семимильными шагами. Можешь гладить. Вы получите хорошие новости от высшего непосредственного начальства, а возможно даже увеличение полномочий. Вот так, главное, не забывайте, что все мы люди и относитесь к окружающим с уважением и дружелюбием. Конечно, Вань, как скажешь. Удачный день ждет раков сегодня, 11 апреля. Это хорошее время, чтобы обратиться в храм, суд или другую инстанцию, а также, чтобы стать преподавателем или учеником. Если раньше ли вы боялись оперировать и рисковать своими финансами, то сегодня весьма удачный день, чтобы изменить свое мнение. Вы с легкостью можете вложиться крупными средствами в проект, банк, стать заемщиком, пайщиком и так далее. Общение с партнером, с представителем другой культуры или традиции, а также с юристом будет удачным и полезным у ДЕВ. Вы можете с легкостью открыть все, что у вас наболело, в душе, с уверенностью, что вас поймут и поддержат. А вот у весов это хороший день, чтобы расширить свои полномочия на работе или вступить в новую должность. Вот так. И если вам предстоит коллективная работа, вам следует заручиться доверием партнеров, а также проявить свою терпимость, на которую вы способны. Ну что ж, настало время скорпионов. Романтическая сторона жизни скорпионов выйдет на первый план и подарит счастливые минуты. Организуйте свидание, поездку или посоветуйте любимому человеку провести время вместе. Если у вас есть какое-то секретное увлечение, вполне вероятно, что вы получите доход сегодня от него. Настроение данного дня зависит от того, в каких вы стрельцы отношениях с родными. Если ваш образ мысли сходится, вы получите истинное удовольствие от семейного сборища. Если же ситуация прямо противоположная, вы будете расстроены из-за конфликтов в семействе. А вот козероги найдут покровителя в среде ближайших родственников. Если вы и дальше хотите пользоваться поддержкой, найдите что-то общее, что вас связывает. Это хорошее время для поездки, которое подарит массу эмоций. Велика вероятность, что сегодня водолеи получат возможность увеличить свои доходы. Причем здесь предпочтительнее скрытые источники. Понимаешь? Скрытые. С увеличением свободной наличности усилится склонность к крупным затратам, в том числе благотворительности. Хороший день также у рыб для краткосрочных дел, предполагающих творческое начало. Усилится желание облагодетельствовать нуждающихся или стать чьим-то наставником. Долговременные начинания, требующие больших затрат, стоит перенести на другое время. Всем знаком успехов и удачи! Партнер рубрики «Салон Приморская мебель». Внимание! Мы переехали и ждем вас по адресу. Улица Плеханова, 75, Торговый центр «Теремок». Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, это наше все. Знаешь, Вань, а ведь наше русское слово «дача» имеет многочисленные переводы на другие языки. Да? Интересно, как они помучились нашим словечком? Вот, например, у французов «maison de campagne» означает загородный дом. У англичан «cottage» или иногда «country cottage» означает сельский дом. У немцев «land house» или «summer house» – сельский дом и летний дом. Есть еще «schribre-garten» – это клочок земли для барбекю и сарая с инвентарем. Но в толковом словаре французского языка «la Robert» есть еще слово «дача» – значение. Русский сельский дом, находящийся вблизи большого города. Интересно. Ведь на самом деле до 40-х годов дачи действительно были местом отдыха. И вообще это целая история. Кстати, давай про эту историю посмотрим. Первые дачи появились в России при Петре Первом. Царь решил, чтобы высшие чиновники не разъезжались по дальним поместьям на лето, надо дать им землю под Петербургом. На дачах устраивали балы и спектакли и открывали салоны богемной жизни. Сюда состоятельные дворяне приглашали поэтов, художников и композиторов. Советская власть многие дачи экспроприировала в пользу рабочего класса. На одной дворянской даче одновременно отдыхали 50-70 рабочих. А дачи поменьше достались влиятельным чиновникам. Во времена Сталина личные дачи давали избранным ученым, композиторам и писателям. А в 50-е и у простых городских жителей появился шанс получить свои 6 соток. В 80-е годы начались трудности с продовольствием. Для многих советских горожан дача давала возможность прокормить семью. Власти сняли запрет на размеры садовых домиков. И более зажиточные граждане начали строить коттеджи. После распада СССР новоиспеченные бизнесмены стали строить на дачах дворцы и даже крепости с бассейнами и зоопарками. Однако для многих дача осталась в первую очередь простым и удобным вариантом отдыха. Именно на даче у современного горожанина есть возможность отдохнуть по-настоящему душой. Программа «Наши все» продолжается. С вами Солнечная Жанна Макаренко и обычный Иван Чижинов. И у нас конкурс от Дальневосточного центра лечебной медицины. И вы можете принять участие в большом конкурсе преображения. Главный приз – сертификат на 100 тысяч рублей на любые услуги центра. Для участия нужно воспользоваться услугами от 5 тысяч рублей с 5 марта по 5 мая. Итак, у нас вопрос. Настоящее имя всем известной Коко Шанель – Габриэль. А вследствие чего она получила прозвище, а потом и псевдоним Коко Шанель. Пока что мы разыгрываем маленький сертификат, но у вас есть все шансы выиграть большой на 100 тысяч рублей. Правильные ответы отправляйте на номер, который вы видите на экране. Жанна, смотри, интересный случай. В Америке существовали две крупные компании по выращиванию и сбыту ананасов. Одна имела плантации на Гавайских островах, а другая на Антильских. И климат, и почва на островах схожи. Ананасы тоже одного сорта, но почему-то Антильские были и более крупными, и вкуснее. А потому и покупались охотнее. Разумеется, это обеспокоило гавайскую компанию, и они призвали на помощь науку. Примечательно, что загадку разгадал никто иной, как психиатр. Джон Мэйс-младший обратил внимание на нюанс, мимо которого прошли 99% из 100 исследователей. На Гавайях ананасы выращивали местные жители, а на Антилах привезенные из Африки негры. Ммм, гавайцы работают молча, потому что для них это работа. А беззаботные негры во время работы пританцовывают и поют. Наверное, только психиатру могла прийти в голову идея, а не в песнях ли дело. И с этой идеей он обратился к руководству компании, и на гавайских плантациях тоже появились поющие негры. А результат? Вскоре здешние ананасы ничем не отличались от антильских. Короче, без музыки никуда. Музыка отличное вооружение в всех этих садовых делах. Кстати, о вооружении, о садовом инвентаре. Где лучше приобрести, покажем. Райское место для дачников – магазин «Сады Приморья». Здесь даже самый требовательный поклонник огородов найдет себе, как говорится, чего душа желает. Стеллажи заставлены, все товары яркие, разноцветные. Лопаты, виллы, парники, фонари на солнечных батарейках, леек – великое множество. А с рассадой как? У нас много всегда луковичных. Есть розы в ассортименте, посадочный материал. Посадочный материал лука есть. Большой выбор семян. Много горшков, торфяны для того, чтобы все посеять, вырастить и высадить. В садах Приморья найдутся книжки для начинающих дачников. Так что за идеями и знаниями – сюда. Переходим к самому интересному, по крайней мере для меня точно – оформлению участка. Для этих целей добра тут немерена. Фигуры, статуэтки, гамаки, пластиковые заборчики и заборные решетки для грядок. И самое интересное – пруды любого размера и формы. В таком пруду вы, конечно, не поплаваете, но соорудить искусственный для своего участка вполне сможете. Наш оператор Антон посмотрел на меня и решил тоже прилечь. Так телекомпания чуть не потеряла ценного сотрудника. Все, теперь остаюсь тут. До скорых встреч. Передохнули и хватит. Вернулись к работе и встретили дамочку с корзинкой. Покупаю семена, всякие вещи для дачи. Ну, вот по другим день рождения она купила дачу, соответственно, нужно было приобрести розовый лабутен и все, что полагается к весеннему сезону. О днях рождения и других праздниках. В садах Приморья есть подарочные сертификаты, которые облегчат муки выбора. Обязательно загляните на Ленина 25. Мы совсем не пожалели, что пришли сюда. Продолжение следует... Обязательные жители заметили, что там, где на полях стоял образ приала, птицы меньше летали и урожай дольше сохранялся. И так каждый фермер начал стремиться поставить у себя на огороде, садах и участках такие же фигуры и статуи. Изначально в Европе роль пугал исполняли местные ребятишки. Родители одевали их в яркую одежду, чтобы те бегали по полям, махали руками и громко кричали, отпугивая птиц. Возможно, с тех далеких времен пернатые и стали бояться пугала в образе человека. У нас есть участок. Что вы на нем садите? Все буквально. У нас есть абрикосы, есть вишня, есть свородина, крыжовник, есть яблоки. У нас есть все. В первую очередь надо любить землю, чтобы был урожай. У родителей огород там, у них ягоды всякие растут, сливы, яблоки. Все, абрикосы, да? А вы что там любите делать? Отдыхать. На шашлыке ездим. Выручает сад? Да, хорошо выручает. Вот даже когда картошку, хорошо, когда своя домашняя есть, не надо ее покупать. У вас есть сад, что вы там садите? Картошка, помидоры, огурцы, ягоды собираем. А вот сейчас кризис выручает продукцию из сада своя? Ну, мама с деревни отправляет, да. А вот во время кризиса огород выручает? Он всегда выручает, если мы на пенсии. Что у нас пенсии мизерные. Но если не иметь своего, то вообще не знаю, как жить. Я лично не представляю. То есть вам сад и подмога, и развлечения? И отдых, и подмога, да. Ну и развлечения, конечно, даже общение. Там же общаешься со всеми соседями, как в деревне. На участие в лотерее. Главный приз – стиральная машинка. Кукольный бун в Междуреченске. Что не кукла, то произведение искусств. С головы до пят ручная работа. Только один экземпляр со своим характером и привычками. Желание совмещать работу парикмахера и кукольника к Галине пришло внезапно. Была нарушена координация движения, и я решила заняться не именно куклами, а просто вязать, начать или что-то чем-то заниматься такой, развивать мелкую моторику. Начинающей художнице захотелось взглянуть в миниатюре, как выглядят прически в разных вариациях с разными нарядами. Оказалось, в тряпичных фигурах можно выразить все свои чувства и эмоции. Какой мягкий. Да такой курносый. Да конопатый. Прям как я. Образ будущей куклы возникает не сразу. Иногда на улице, иногда в транспорте. Иногда образы приходят во сне, а иногда прямо на рабочем месте. И тогда Галина использует каждую свободную минуту, чтобы вдохнуть в куклу жизнь. Эти взрослые куклы слишком красивые и слишком хрупкие. А еще они очень похожи на своего автора. И это неудивительно, ведь каждая из них она дарит частичку себя. Да, дача это прямо целая стихия. Я бы сказала, это та же целая романтика. Да, точно. Ну, на этом у нас все. С вами были мы, я и она. Иван Чужинов и Жанна Макаренко. Пока. Пока. Ну все. Слушай, а у тебя была дача в детстве? У меня не было. А у меня была, я малину вырвала. О, и тебя, наверное, возили каждое выходное и тогда, да? Да я не помню. Скорее всего, папа на спине где-нибудь тащил меня в гору. Это я помню. Я сделал мне на шее. Пойдем. Я сделал мне на шее у него, но он мне это скал постоянно. А малина была вкусная. А картошка? Генеральный партнер программы – компания «Энерготехника». Участвуй в акции с 1 апреля по 15 сентября и выиграй кондиционер. Комсомольская, 28А. Телефон 231-414. Партнер программы – автошкола «Досаав». Действует схема поэтапной оплаты обучения – скидки. Партнер программы – авторская студия мебели. Мягкая мебель для дома и офиса от классики до авангарда. Авторская студия мебели – душа вашего дома. Партнер программы – магазин «Мясной». Только в апреле. Падение цен на мясо. Спешите приобрести мясо по приятным ценам. Партнер программы – выставка «Реальные динозавры» от Реалпарка. Мы ждем вас весь апрель с 10 до 19 часов в дара. Фотосъемка бесплатна. Редактор субтитров А.Семкин